Недавний доклад ракетно-космической корпорации «Энергия» говорит о том, что Россия теряет лидерство на рынке пилотируемых услуг. Спрос на пилотируемые беспилотные программы в мире растет, но Россия сокращает число полетов из-за возросшей конкуренции. США, Китай, Индия и Япония готовят свой космический транспорт. Однако, если в США космическая программа частно-государственная, то в Китае она развивается благодаря госфинансированию. Какой рецепт развития поможет России вернуть позиции? Своим мнением об этом с накануне ТВ поделился президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив основания Алексей Анпилогов. Позиция космического резовозчика, которую откровенно педалировали на протяжении 2000-х годов, в начале 2010-х, когда Соединенные Штаты Америки потеряли во многом свой потенциал, опять-таки, в США были точно такие же проблемы. Они в 90-е годы сократили финансирование. Все это привело к тому, что какой-то концепции толковой не было по освоению космоса. Они тоже метались, а у них несколько раз пересматривалась программа «Лунная». Но американцы перегруппировались, они сделали ставку на частное государственное партнерство, в частности, на такую компанию, как SpaceX, на другие компании. Справедливо говорить, и даже в этом отчете энергии, что уже в следующем году мы можем увидеть пилотируемые корабли «Боинга» и SpaceX, которые начнут доставлять грузы на МКС и космонавтов, что уже сразу подорвало рынок прогресса. А корабль «Федерация» называет его срок запуска 2024 год. Российская же космонавтика вовремя не перегруппировалась и теперь находится в состоянии глубокого кризиса, уверен Алексей Анпилогов. К сожалению, сейчас российская космонавтика находится в состоянии достаточно глубокого кризиса, связанная с тем, что советские заделы по ракетоносителям, по космическим аппаратам, по орбитальным станциям, они уже по большей степени исчерпаны. Время идет вперед, и энергия ставит правильные вопросы. Энергия – это одно из ведущих предприятий космического отрасли. Но судьба Хруничева, которая просто была пущена под застройку коммерческой недвижимостью, и это была преподнесена как какая-то эпическая реструктуризация отрасли, но это, я считаю, страница позора российской космонавтики, поскольку все еще это сочеталось с совершенно пустыми обещаниями по переносу кризиса ракетоносителя «Ангара» в Омск, которая до сих пор не была создана. И на сегодняшний момент российская ракетная отрасль может в этом плане похвастаться только единственным пуском тяжелой «Ангары». Неудачей Роскосмос всегда объясняет наличием объективных причин, но на этом все и заканчивается. Потеря лидерства в пилотируемой космонавтике – не единственная. Были потеряны практически все российские космические станции. То есть каждый раз находилась какая-то уложительная причина, почему станция не улетела, но оказывалось, что российское присутствие в дальнем космосе просто прекратилось. Она сейчас исключительно в рамках совместных проектов осуществляется. И прятать голову в песок, который потихоньку становится железобетоном, это очень контрпродуктивно. И как раз вот этот вот отчет энергии, он ставит очень правильные вопросы. Хотя, конечно, не должен давать рецептов выхода из этой ситуации, а рецепты должны давать те структуры, которые занимаются космосом, российской космической агентцией «Роскосмос», правительство и вообще государственная власть Российской Федерации, которая унаследовала от Советского Союза космическую индустрию и, более того, ничту о космосе, что самое главное. Рецепт Соединенных Штатов Америки как некий рецепт, который сработал в США. Другой подход к НР. Там есть очень серьезная, сильная государственная поддержка в космос. То есть они вроде как никуда не спешат, но, тем не менее, любое их достижение, оно остается в активе Китая, а не утрачивается, как это. К сожалению, уже произошло с многими достижениями советского космоса. И если эту мечту сейчас полностью коммерциализировать и поставить исключительно в рамки «мы будем делать то, что выгодно», то, скорее всего, нас просто обгонят. Обгонят за счет того, что все равно космос остается тем местом, где очень многие моменты делаются на энтузиазме, на каком-то очень передовом крае науки, техники. И сейчас можно, конечно, стоять на обочине и либо махать платочком, либо плевать в сторону тех, кто едет дальше, но от этого ситуация с российским космосом, к сожалению, не выросла. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...